Я приехала в эту страну ради ребенка и ради будущего своей семьи. Я думаю, что я делаю все возможное, чтобы это будущее приплесить. Я не хочу, чтобы что-либо было помехой для моей новой жизни в этой стране. Поэтому, когда я узнала, что я инфицирована туберкулезом, я просто не знала, что мне делать. Я очень перепугалась. У нас нет денег. Я боялась заразить мужа и ребенка. Я боялась, что не смогу заботься о своей семье. И еще больше всего я боялась оказаться в той ситуации, как мой двоюродный брат Саши, он таки заболел туберкулезом. Это было ужасно. В каком-то смысле Лене повезло. Я даже не знал, что я заразился. Если бы я раньше знал, что заразился, я бы обязательно стал принимать бы лекарства и не заболел бы туберкулезом. Саша мой двоюродный брат. Мы с ним вместе росли в Минске. Он приехал сюда учиться в университете. Мы много времени проводим вместе. Несколько раз в неделю встречаемся, готовим вместе, разговариваем, ужинаем всей семьей. Несколько месяцев тому назад я заметила, что Саша стал сильно кашлять. Он кашлял просто без остановки. Он так заболел, что я просто испугалась за него. А потом он попал в больницу и выяснил, что у него туберкулез. Туберкулез – это, пожалуй, самое худшее из всего, что мне пришлось пережить. Просто невероятно. Как мне было плохо. Каким слабым, усталым я себя постоянно чувствовал. И еще этот кашель. Когда Саша заболел туберкулезом, нам позвонили из Министерства здравоохранения и сказали, что всем нужно пойти и провериться на туберкулез, то есть сделать манту. Когда оказалось, что у меня положительная реакция, то меня направили в клинику. Там доктор мне сказал, что будет достаточно просто осмотра и рентгена грудной клетки, чтобы выяснить, если я больна туберкулезом. Садись. Здравствуйте, я доктор Грицко. Здравствуйте, доктор Грицко. Я знаю, что вас беспокоит. Поэтому я хочу сразу подчеркнуть, что лечение туберкулеза проводится совершенно конфиденциально. Мы не делаем никаких иммиграционных запросов. Единственное, что нас интересует, чтобы вы и ваша семья были здоровы. Каков результат моего обследования? Лена, ваш рентген нормальный. Но, как вы знаете, у вас положительная реакция на туберкулезный тест, то есть манту. Что это значит? Это значит, что в вашем организме находится возбудитель туберкулеза. Не волнуйтесь, вы не больны туберкулезом. Это значит, что в вашем организме находится возбудитель туберкулеза. Но, когда я была маленькой, мне же делали прививку от туберкулеза. Мне сказали, что она меня должна защитить от этой болезни. По всей вероятности, вам делали прививку, которая называется БСЖ. Ее делают в некоторых странах, в Америке ее не делают. Она помогает защитить детей от тяжелых форм от туберкулеза приблизительно на 5 лет. Потом действие вакцины ослабевает. Но мой врач в России мне говорил, что из-за этой прививки у меня всегда может быть положительная реакция МАНТУ. Откуда вы знаете, что я на самом деле заразилась? Положительная реакция МАНТУ у взрослых обычно означает наличие инфекции, но не болезни. К тому же нам известно, что вы были в длительном контакте с больным туберкулезом. Но я же себя чувствую совершенно здоровой. И не чувствую себя больной. Вы не чувствуете себя больной, потому что вы не больны, а только инфицированы. Но микроб-возбудитель находится в вашем организме. Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем в результате длительного контакта с больным туберкулезом. Когда больной туберкулезом кашляет, то те, кто находится в одной комнате с ним, могут вдохнуть микроб и заболеть. В настоящее время ваш организм образовал вокруг микробовозбудителя защитную стену. Но стоит в вашей защитной системе ослабеть, стена рухнет, и вы заболеете. Честное слово, болеть туберкулезом тяжело и страшно. Я принимал огромное количество таблеток ежедневно в течение многих месяцев. Но как же мои муж и дочек, они что, тоже заразились от меня? Нет, заразить других может только человек, который сам болен туберкулезом. Именно поэтому вам нужно начать лечение как можно скорее. Какое лечение? Существует лекарство, которое атакует микроб-возбудитель прямо в вашем организме. Обычно их принимают ежедневно в течение нескольких месяцев. Они помогут предотвратить возможность заболевания туберкулезом в будущем. А если я хорошо питаюсь? Может быть, это поможет? И вот как насчет траволечения? Траволечение и здоровый образ жизни, конечно, укрепляют защитные силы организма. Но они не предотвращают заболевания туберкулезом. Вы все равно можете заболеть и оказаться в больнице. И что хуже всего, вы можете заразить своих родных и знакомых. Но я не люблю принимать таблетки. Это понятно. Но это всего один или два вида таблеток. Если защитные силы вашего организма ослабеют и вы заболеете, вам придется принимать гораздо большее количество таблеток в течение длительного времени. Ну, я не знаю. Если бы я раньше знал, что я заразился, я бы обязательно сделал что-нибудь, чтобы предотвратить развитие болезни. Но если бы я только знал. Так что, я не должна волноваться из-за этого лекарства? Профилактическое лечение – это самое надежное средство предупреждения туберкулеза, которое нам известно. Конечно, у таблеток есть свои побочные эффекты, но мы их успешно применяем в течение многих лет. Поэтому я вам настоятельно рекомендую принимать их. Ну, хорошо, доктор. Вы упители меня. Я буду принимать лекарства. Ну, вот и чудес. У многих пациентов, как у Лены, есть свои страхи, свои опасения. Туберкулез – серьезное заболевание. Но его можно предотвратить. Примерно у половины пациентов, больных туберкулезом, болезнь развивается в течение двух лет с момента заражения. Именно поэтому очень важно начать лечение туберкулезной инфекцией как можно раньше и не прерывать его, если вы его уже начали. Туберкулез не знает различий. Один из каждых трех людей на земном шаре заражен на инфекции туберкулеза. Каждый может заразиться. Богатые, бедные, мужчины, женщины, молодые, пожилые и даже врачи и медсестры, как и я. Поэтому очень важно сделать анализы. И если вы инфекцированы, предотвратить развитие болезни туберкулеза, принимая лекарства. Даже если вы заразились очень давно, мы все равно и рекомендуем вам это лечение. После того, как я узнала все факты, то все оказалось не так сложно, как я думала. Принимать лекарства оказалось совсем нетрудно. Работники клиники мне очень помогли. И клиника работает по субботам, и один раз в неделю она открыта до позднего вечера. И они мне помогали согласовывать часы приемов с моим расписанием. Ну, поначалу я очень испугался и ничего не понимал. Я ничего не знал до этого о туберкулезе. Узнал уже только от Лены. На самом деле туберкулез легко диагностировать и предотвратить. Мы с дочкой пошли, сделали тест на туберкулез, и реакция оказалась, слава богу, отрицательная. Лена не была заразная. А сейчас, поскольку она проходит курс профилактического лечения, то она уже не заболеет туберкулезом. Так что у нас все как бы складывается. Слава богу, хорошо. Я думала, что все будет очень сложно. Что нужно будет все время думать о том, чтобы принимать очередную таблетку. Но все оказалось просто. Я принимаю всего одну таблетку в день, и обычно вечером, перед сном. И каждый месяц я прихожу в клинику, чтобы провериться и получить новый рецепт. Входите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что переменили время моего приема. У меня у дочки было в школе родительское собрание. Пожалуйста, пожалуйста. Нам самое важное, чтобы вам было удобно. Как вы себя чувствуете? У меня все в порядке, спасибо. У вас есть какие-нибудь вопросы? А я уже закончила курс лечения. Посмотрим. Да. Еще остался один месяц. Вот ваше лекарство на последний месяц. Спасибо. Все оказалось не так страшно, как я думала. До свидания. До свидания. Профилактическое лечение – лучший способ предупреждения болезни туберкулеза. Поэтому Министерство здравоохранения делает так, чтобы лечение было широко доступным. Бесплатно или за очень небольшую плату. И поэтому мы всячески стараемся согласовать вашу визит к врачу с удобным вам расписанием. И даже можем позвонить, чтобы вам напомнить вашего следующего визита. Нам очень важно, чтобы вам было удобно. Так что, если ваш врач или медсестра не говорит на вашем языке, мы вам найдем переводчика, чтобы не было недопонимания и недоразумения. Братцы, ну вы бы здесь засиделись. А ну вот мы сейчас тут. По-моему, уже самое время. Давайте, давайте, закругляйтесь. Солнышко, маме нужно принять лекарства. Хорошо. Я так рада, что ты не заболела, мамочка. Я тоже рада. Я тоже рада, что ты не заболела. Я тоже рада, что ты не заболела. Продолжение следует... Я тоже рада, что ты не заболела. - Продолжение следует...